Парламент этой карибской страны поддержал поправку в Конституцию, в соответствии с которой королева Елизавета II больше не будет главой Барбадоса. Премьер-министр Барбадоса Мия Мотли заявила, что переговоры о переходе к республиканской форме правления начались более 20 лет назад и назвала решение парламента хорошо обдуманным шагом. 30 ноября 2021 года Барбадос отметит 55-летнюю годовщину со дня своей независимости от Британии и в этот день сменит форму правления с монархией на республику, пишет BBC. Поправка Конституции подразумевает только смену статуса государства и отказ от подчинения королеве Елизавете II, но в остальном основной закон не изменится. Позже будут назначены выборы президента Барбадоса. Напомним, Барбадос получил независимость от Великобритании в 1966 году, но сохранил формальную связь с британской монархией. О намерении сделать государство республикой осенью 2020 года объявила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон, которая представляет на острове королеву Елизавету II. Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое. По ее словам, страна хочет, чтобы ею руководил уроженец Барбадоса. В BBC говорят, что новость для Лондона не стала неожиданностью, а Букингемский дворец считает, что вопрос должны решать жители Барбадоса и правительства. Как конституционный монарх Барбадоса, королева Елизавета II не участвует в повседневных делах правительства страны. Тем не менее, она поддерживает регулярные контакты с генерал-губернатором, ее представителем в этой стране, который держит ее в курсе любых важных новостей или событий. Генерал-губернатор назначен по рекомендации министров Барбадоса. В стране королева была последний раз в 1977 году. Принцесса Беатрис вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мопели Моц с летом прошлого года. А уже этой осенью супруги стали родителями. 18 сентября Беатрис родила дочку. Имя девочки стало известно после заявления Букингемского дворца, опубликованного в официальном инстаграм-аккаунте. Ее королевское высочество принцессы Беатрис и Эдоардо Мопели Моц назвали свою дочь Сиена Элизабет Мопели Моц. Такая подпись сопровождала фотографию отпечатков детских ступней. Беатрис и Эдоардо решили почтить бабушку принцессы Елизавету II, в честь которой их дочь получила свое второе имя. Первое имя малышки Сиена также выбрано не случайно, оно имеет итальянское происхождение, тем самым супруги отдали дань уважения семейным корням Эдоардо. Ранее принц Гарри и Меган Маркл также сделали реверанс в сторону Ее Величества, когда назвали младшую дочь Лилибет, именно так обращались к королеве в кругу семьи. Пользователи сети положительно оценили решение Беатрис и ее супруга. В частности, многие одобрили выбор в пользу официального имени королевы, а не домашнего прозвища. Напомним, что Сиена – далеко не первый ребенок в королевской семье, названный в честь Ее Величества. Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали свою дочь Шарлоттой Элизабет. Также обе дочери Зара Тиндал, старшей внучки королевы, носят аналогичное второе имя. Борьба Меган и Кейт – это то, за чем можно наблюдать вечность. Ну, как борьба. Меган что-то себе придумала и борется с этим. А Кейт живет себе спокойно и не в курсе вообще, что с ней соперничают. Так случилось и в этот раз. Сначала общество следило за перемещением сасекских по Нью-Йорку, а затем наблюдало за тем, как Кейт Миддлтон с гордо поднятой головой шагает по красной дорожке. И, если честно, за последним было наблюдать куда интереснее. Так Кейт появилась на премьере фильма о приключении Джеймса Бонда в компании своего супруга, а также принца Чарльза и его супруги Камилы. Герцогиня Кембриджская горда шагала в платье Дженни Пэкхэм, расшитом дорогими камнями. Дополнили образ элегантные серьги от лондонского бренда Анитаа, кожаные туфли Аквазара и прозрачная накидка в стиле 1970-х годов, шитая на заказ. Выглядела Кейт действительно потрясающе. Настолько шикарно, что даже затмила наряды всех остальных, присутствующих на премьере. Кроме того, это была своеобразная дань принцессе Диане, которая появилась на премьере фильма об агенте 007 «Вид на убийство» в 1985 году. Только на Леди Ди было серебряное платье и без драгоценных камней. И по словам очередного инсайдера, Меган взорвалась праведным гневом. Оказывается, после выступления Сасекских в Нью-Йорке на пару обрушилась тонна негатива. А после выхода в свет Кейт и Уильяма, все застыли в благоговейном восхищении. Меган была неприятно удивлена тому, что выход в свет герцогов кембриджских оценили выше, чем выступления Меган и Гарри в Нью-Йорке. Ведь герцоги Сасекские боролись за правое дело, в то время как герцоги кембриджские всего лишь посетили премьеру фильма, отметил информатор. От себя могу добавить, что общество незаслуженно набросилось на Гарри и Меган. Ведь проблема с вакцинацией намного больше, чем выход нового фильма, подчеркнула говорящая голова. Хотя все мы, пожалуй, и так знаем ответ на вопрос. Просто Кейт и Уильям вышли в свет на премьеру фильма. Вот так просто посетили мероприятие. И выглядели потрясающе. Уильям не спускал взгляда со своей супруги. И это было заметно. Что сделали Сасекские? Призывали крупные компании раскрыть свои формулы, чтобы бедные страны смогли сами приготовить вакцину. И это бы заполонило полки аптек и медицинских центров. Правда, качество этих препаратов было бы на таком низком уровне, что истребило бы больше людей, чем любая война. Есть еще вопросы, почему такое разное отношение к парам. Не удивлюсь, что этим самым инсайдером был Скобидушечка. Он же, как и Меган, вечный борец за права всех бедных и обездоленных. А чей образ вам больше понравился? На днях в сети всплыли подробности скандала, который произошел между королевой Елизаветой и принцем Гарри накануне его свадьбы в 2018 году. В выборе платья невесты будущая герцогиня Сасекская отдала предпочтение классике, сочетав наряд в пол и роскошную тиару. Вот только украшения, которые королевской невесте выдают из сокровищницы, Маркл хотела больше и богаче, чем было в 2011 году у Кейт Мидлтон. По слухам, бывшая актриса мечтала выйти замуж в тиаре самой королевы Елизаветы. Из-за этого принцу Гарри пришлось поссориться с августейшей бабушкой, пишет Эндрю Мортон, автор книги «Меган. Принцесса Голливуда». В ноябре 2018 года, всего через несколько дней после того, Меган устроила истерику диадемы, потому что тиару, которую она хотела, она не могла получить, пишет королевский эксперт. Но Елизавета II была непреклонна и заявляла внуку, что его избранница получит ту диадему, которую лично королева решит одолжить ей. Упрямство королевы не понравилось принцу Гарри. В результате он поссорился с королевой и обратился к хранительнице драгоценности Ее Величества. По воспоминаниям последней, Гарри был в гневе и твердил только одно, что Меган хочет, Меган получит. Однако добиться своего жениху и невесте не удалось. В итоге Меган досталась тиара Бандо, созданная почти 90 лет ювелирами дома Гэррот. В свое время она была сделана по заказу королевы консорта Марии Текской, бабушке Елизаветы II, пишет Миррор. Ко? Юкей. Ранее Меган Маркл вышла в свет в драгоценностях за 30 тысяч долларов и призвала мир к равенству. Уже сегодня, 22 сентября, на телеканале BBC One по всей Великобритании покажут документальную ленту о супруге королевы Елизаветы II в фильме «Принц Филипп». В «The Royal Family Remembers» приняли участие его старший сын, принц Чарльз, его дети, принца Уильям и Гарри, а также принцесса Евгения. Кейт Мидлтон и Меган Маркл, а также вдова Филиппа в ленте не появятся. В течение нескольких дней до премьеры телеканал публиковал короткие отрывки из фильма, в которых ближайшие родственники делились своими воспоминаниями о монархе. В частности, братья Уильям и Гарри рассказали, каким запомнили своего дедушку. «У моего дедушки было очень хорошее чувство юмора. Ему нравилось разыгрывать и дразнить людей. Он любил, когда что-то шло не так. Это нравилось обоим, и бабушке, и дедушке. Потому что они жили той жизнью, где все должно быть всегда правильно. Поэтому, когда что-то шло не так, они оба начинали смеяться. Все остальные в этот момент ужасно смущались, а им нравилось», — сказал принц Уильям. «Просто все хотят сделать все идеально и думают, королева и герцог Одинбургский приедут, давайте убедимся, что мы все делаем абсолютно правильно. У нас все получается правильно каждый год, давайте продолжать в том же духе». А эти двое думают, интересно, пойдет ли в этом году что-то не так, было бы здорово. «Поделился Гарри». Кстати, этот фильм начали готовить еще при жизни принца Филиппа, и планировалось выпустить его к столетнему юбилею герцога. Однако в апреле его не стало, и телевизионщики решили поставить производство на паузу. В итоге ленту слегка перемонтировали, и решили представить только спустя полгода после его кончины. Сто лет принц мог бы отметить 10 июня. К этому дню мы вспоминали лучшие семейные фото с Филиппом. Прочитать его биографию и посмотреть фотогалерею можно по этой ссылке. Напомним, что принц Филипп ушел из жизни 9 апреля этого года, а спустя неделю состоялась церемония прощания с монархом, на которой присутствовали всего лишь 30 человек, в числе которых были Кейт Миддлтон, принцы Гарри и Уильям, а также принц Эндрю, принц Эдвард и принц Чарльз с герцогиней Камилой. Спустя почти месяц после смерти принца Филиппа, Королевский медицинский дом представил публике отчет сэра Хью Томаса. В документе была названа официальная причина смерти герцога Эденбургского – старость. Смерть герцога Эденбургского была зарегистрирована в Королевском округе Виндзор и Мейденхед 13 апреля, через 4 дня после его кончины, его личным секретарем-бригадным генералом Арчи Миллер Бейкуэллом.